И у машины постоянно идут газы в бачок. Машина греется. Сейчас будем проверять СОТС. Пока что жидкость синяя. И вот жидкость позеленела. Все, хватит. Все, жидкость позеленела. Это значит картерные газы, выхлопные газы попадают в систему охлаждения. Автоцентр, аквариум. Занимаемся и коммерческим транспортом. Вот, к примеру, на этой газели будет сниматься мотор и полностью капиталится. Причина обращения, просто машина сначала, большой расход масла, а потом перегрели мотор и картерные газы стали поступать в систему охлаждения. Так, знакомьтесь, Алексей Чулков, руководитель автоцентра, аквариум. А снимаю я его не просто так. Тут возникли некоторые вопросы. Всем привет. Итак, почему же мы здесь собрались и что мы вам хотим рассказать? Я предоставляю вам автоцентр, аквариум и хочу вам рассказать про этот замечательный автомобиль. А где же его двигатель, Алексей? Почему он без мотора? Начнем, давайте, издалека. Все мы знаем, что перед покупкой автомобиля вы производите некий осмотр. Но некоторые осматривают его просто на улице и спрашивают у бывшего клиента, что с машиной производилось. А часто это происходит ночью и где-нибудь на стоянке супермаркета? Да, побыстрее, давайте за наличку. И погнали. Да, подешевле. Не бит, не крашен. Хорошо. На чем мы хотим заключить внимание, что можно всегда договориться, приехать, у нас город небольшой и осмотреть машину у нас на подъемнике. У нас предоставляется такая возможность, как осмотр автомобиля перед покупкой. Но владелец этого автомобиля этого не сделал, к сожалению, поэтому мы сейчас делаем капиталку. Давай внимательно посмотрим двигатель и увидим, что там происходит. Давайте, по истории этой «Газели». Она к нам приехала и, как нам клиент рассказал, что он ее купил неделю назад и не успел на ней совсем поработать. Как у него, получается, стал плохо работать мотор, не тянет машина и сильный домовал из трубы. Мы, значит, снимаем самое обычное, выкручиваем свечки и смотрим эндоскопом в цилиндре. И наблюдаем вот такие, значит, забоины, да? Да, забоины. И также видно это забоины на головке. Из этого мы делаем простой вывод, что в камере сгорания что-то летало. Да, что-то отвалилось. Возможно, даже предыдущим владельцам свечка была плохо выкручена. Или центральный электрод, бывает, тоже отваливается. Могло и клапан оторвать, хотя, наверное, сильнее бы тогда разбило. Ну, и еще у машины был большой масложор. Дальше это мы тоже увидели по свечкам. Начали потихоньку дефектовать. И увидели вообще тестом ЦО. Это поподробнее вам потом в отдельном видео расскажем. Тестом ЦО проверили через охлаждающую систему, что у него поступают выхлопные газы. Следовательно? Следовательно, надо разбирать мотор и смотреть, как чаще всего бывает, почему мы сняли головку, как чаще всего бывает, прогорела прокладка. Но здесь не прогорела прокладка на этой машине. Дело в том, что это просто китайская дешевейшая головка блока цилиндров, которую уже заменили на родную голову. То есть двигатель, как минимум, получается, перебирали два раза. Перебирали, получается, перебирали по самому дешману. Первый раз у нас убрали головку старую, поставили китайскую. Второй раз в ней же оборвался клапан, либо что-то еще. Да. Ну и, конечно, мы нашли вот такую шестерню. Покажи, у нас тут просто красота. Видно, что здесь зубья у нее. Давайте поставим ее, вот, видно. Ну вот, они выкрашены просто. То есть тут еще все было весело. Да, шестерню мы сейчас поставили вот такую новую, красивую. Это уже готовый шорт-блок на новый поршневой. То есть завтра он восточный ремонтный размер. Пойдет в разбор. Да. Ой, какой разбор? В сбор, конечно. Да, головку мы тоже отдали в дефектовку. Конечно, мы сначала увидели на ней штамп, что это китайская головка. Но, в следующем случае, отдали ее в опрессовку. На головке трещины, головка уже не под ремонт. Из этого заказали нормальную, оригинальную головку. Вот лежит головочка родная, ЗМЗ-шная. Да. Леш, вот смотри, что было бы сделать с этим автомобилем правильно? Появись у нас владелец и говорит, ребята, вот хочу купить транспорт, да еще и коммерческий. На минуточку, да? Чем бы мы смогли помочь? И почему бы сказали бы ему, скорее всего, дружище, этот автомобиль не покупай? Ну, во-первых, без проблем. Не все делают коммерческие трассы, понимают. У нас есть сотрудники, которые и коммерческие, и легковые, и иномарки, и всеми занимаются. У нас обученный персонал хороший. И мы принимаем коммерческие трассы. Осмотрели бы сначала, сделали бы комплексную диагностику по подвеске, замерили бы компрессию, осмотрели бы туда также в цилиндр-эндоскопом. Вот эту красоту мы бы увидели сразу же и сказали бы, что здесь что-то летало. Да, и эндоскоп у нас входит как раз в осмотр перед покупкой. Потому что это обязательная вещь. Потому что компрессию мы замеряем, может быть все нормально, но когда залезаем эндоскопом, мы что видим в цилиндрах? Задиры на тех же корейцах, к примеру. Хорошо, Алексей. Ну а качество ремонта, вот так называемого, как ты оцениваешь? Как ребята отремонтировали этот двигатель до нас, вот эти два ремонта осуществили? Да, я говорю, если вернуться вот к нашему этому разговору, мы бы вот это все увидели, отдефектовали, человека бы предупредили. И сказали бы сразу, что весь этот ремонт очень похож, мы не можем ничего утверждать, очень похож как раз на подготовку просто машины к продаже. То есть она отъездила свои там 300-500 тысяч, смотря кто как там на ней, конечно, гонял, работал. У нее произведена была вот такая замена, допустим, головки, потому что ее предыдущую, скорее всего, повело. И с этой же заменой головки, им там что-то не повезло, либо кто-то плохо собрал, произведен был вот эти набивы внутри поршневоли. И причем, заметь, масса-масса старых запчастей использована в таком ремонте. Да, причем, получается, да, их даже не заменили, а просто, как говорится, подшаманили. Перепаковали в варианте перекупа. Из этого, друзья, простой вывод, чтобы ваш автомобиль не стоял вот так вот с зияющим отверстием вместо двигателя, чтобы не попадать на серьезные деньги, любой автомобиль, абсолютно любой, стоит проверить перед покупкой, особенно из ненадежных, скажем так, рук. Ну, а, как говорится, даром за амбаром, вот, Краилова всегда ведет к попадалову. Какие там еще есть поговорки? Не гонялся бы ты поп за дешевизмой. Вы не смогли на эти поговорки, приезжайте к нам в автоцентр «Аквариум» на осмотр машины, перед покупкой. Это не так дорого. Во-первых, если машина хорошая, то мы все равно в ней какие-то нюансы найдем. Это будет, как минимум, повод поторговаться, чтобы сделать вам приятно, и у вас не будет сюрпризов в дальнейшем с автомобилем. Отлично. Будем прощаться? Да, ждем. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»!